Ребят, всех рад приветствовать на своем канале Тимоха Лайф, случайных пользователей и подписчиков моего канала. Те, кто смотрят уже мои видео давным-давно. Рад всех приветствовать. Сегодня я хочу рассказать о одной настройке в вашем телефоне, после отключения которой ваш телефон не сможет следить за вами и практически не видеть те данные, которые вы открываете для общего, так сказать, просмотра. А именно, смотрите, когда мы делаем какую-то фотографию, вот сделали мы фоточку, да, сейчас, смотрите, два пальца, мы будем сейчас на примере. Раз, сделали фотку, все, она у нас сохранена в телефон. Кому-то там клац, вайбер, телеграм, вконтакте, инстаграм, фейсбук, любой другой мессенджер отправили. Этот человек может сразу же определить, где вы находитесь, вплоть до того местоположения, где вы в сию минуту находитесь, или где это была фотография сделана именно. Хотя вы просто отправили фотку, там, знакомство, да. Есть множество программ, которые определяют, где человек находится именно по фотографии. Если у вас включено местоположение на телефоне, если у вас включены какие-то данные, то эта программа определит, как нифиг делать. Что же сделать, чтобы этого не происходило, чтобы вы спокойно могли отправлять любую фотку, не бояться, что могут определить, где вы находитесь. Есть несколько функций, не переключайте, видео будет очень интересное, друзья. Эта тема просто зайдет всем. Значит, смотрите, все, что нужно, это зайти в Play Market и скачать одно приложение. Это не реклама, не какая-то просто вам интересный ролик. Называется PhotoExifEditor. Вот так вот выглядит это приложение. Значит, когда вы здесь наберете... Когда вы здесь наберете... Сейчас я его уже скачал, фото. Тут они есть. Дело в том, что платный есть, бесплатный. В PhotoEdition, то нужно скачать первый. Он без платы. То есть, просто есть реклама, есть платный контент. И нажимаем открыть. Значит, все фотографии, которые у вас на телефоне, вы даете допуск к этому приложению. И он может зайти на ваш телефон без каких-то сторонних там других программ. Или с вашим только разрешением. Далее нажимаете фото. Здесь вот, смотрите, выбираете вот эту фотку, что я, к примеру, сейчас сделал. И вы будете удивлены. Значит, время съемки написано. Видите, когда сделано 22.26. 16.05.20. Местоположение. Вот сюда, если нажать, можно на карте. Сразу покажет Google, где эта фотка была сделана. Ориентация. Поворот на 90. Вплоть до того производитель камеры OnePlus. Видите, модель камеры OnePlus A6010. Программное обеспечение неизвестно. Описание изображения неизвестно. И многое другое. Ну, в общем, интерес этой фотографии. Вы то поможете по этой программе узнать очень много, где сделана эта фотка. Так что возьмите себе на заметку. Если кто-то вам сбросил какую-то фотку, вы можете узнать. И как же удалить вот эти все данные? Значит, в правом верхнем углу есть такая надпись EXIF. Нажимаете на EXIF. И вот вы можете уже здесь выбрать, что вы хотите удалить. Местоположение, время съемки. Я, к примеру, вот так вот делаю. Все удаляю. И далее нажимаем на вот эту вот табличку. И теперь смотрите. Все удалилось. Нажимаем на фотку опять. И у нас, смотрите, вот все данные. Время съемки, местоположение. Модель у нас абсолютно все стерто. Да, друзья? И теперь мы можем без каких-то опасений для себя эту фотку отправлять кому хотим. Как же нам отключить, чтобы вот это все сразу же без каких-то программ удалялось, а сразу же на нашем телефоне было все отключено? Для этого нам необходимо зайти в настройки. Далее у меня немножко другой телефон OnePlus. У вас может быть Xiaomi, Samsung, iPhone и другие. Телефон у вас немножко может отличаться. У меня же эта программа, вот местоположение. Кто не понимает, можно найти вот здесь. Поиск настроек нажимаете и также ищите. У меня же местоположение. И дальше у меня вот здесь камера. Смотрите. Камера клац. И вот здесь у меня определять местоположение. Я отключаю. Все. Если же вы хотите просто для того, чтобы камера ваша не фоткала или какие-то данные, вы просто берете вот тут разрешение для приложений, нажимаете и выбираете вот камера. И здесь смотрите, на камере сразу местоположение, доступ для этого приложения. Разрешить в любом режиме, разрешить только во время использования приложения, запретить. То есть у меня сейчас автоматически стоит разрешить только во время использования приложения. То есть когда я включаю камеру, фотографирую, все данные сохраняются. Если я нажму запретить, вот здесь, то все. По идее у меня сейчас, давайте опять-таки сделаем фоточку. Видите, теперь у меня спрашивает. Разрешить приложение камера доступ к данным о местоположении устройства. Разрешить в любом виде режиме, разрешить только во время использования, запретить и больше не спрашивать. Нажимаю запретить, больше не спрашивать. Опять-таки фотографирую новую фоточку, делаю. Раз. Сделали. Теперь опять-таки заходим в наше любимое приложение Photo Edition. Нажимаем фото, смотрим сюда. И смотрите. Местоположение теперь отключено. Неизвестно, видите. Да, будет выбивать OnePlus телефон, потому что нужно отключать другие настройки гугловские. А вот именно где пункт местоположения написано неизвестно. Я отключил. Время съемки только будет, видите. А местоположение у меня отключено. То есть, когда я теперь делаю фотографии, кому-то отправляю у меня, телефон не будет сохранять местоположение. Вот такая вот клевая настройка. Думаю, многие об этом не знали. И после этого видео вы расскажите своим обязательно друзьям. Вы их удивите на все 100%. Так как мне один человек об этом рассказал о этой находочке, я решил сразу вам запилить видео, не дожидаясь завтрашнего дня. И хочу сказать, был сам удивлен, что действительно такая функция, видите, все просто. Зашел, сфотографировал, кому-то отправил, и ты уже на крючке. Ты отправил фотографию, и человек зашел через это приложение, хотя я уверен, что есть и много других приложений, которые тупо показывают твое местоположение. Это, я думаю, не нужно никому, потому что эта информация, ну я же говорю, нажали на картинку, вас показывают, где вы находитесь, плод до того места, в сантиметрах, где вы находитесь. Потому что у вас местоположение включено камеры. Ну и так Google тоже. Кому понравилось, не забывайте, друзья, поставить лайк, поддержите это видео, расскажите о нем максимально своим друзьям, напишите комментарий, знали ли вы о этом способе, нет. Хотя я уверен, что никто не знал. Ну и всем пока, всем хорошего настроения, надеюсь, этот ролик многим понравился. Подпишись, не ленись на канал. С вами был Тимоха Лайф, до скорого, пока-пока. Знаете, вы у меня самый лучший.